Педофилия. Это болезнь или умышленное преступление? Легко ли уговорить ребенка пойти с незнакомым человеком? Есть ли право на тех, кто занимается растлением малолетних? С начала года в Казахстане зарегистрировано более 700 преступлений против несовершеннолетних. Это значит, в среднем четверо детей ежедневно подвергались сексуальному насилию. Такие данные приводит Генеральная прокуратура, и количество подобных преступлений растет. Как же уберечь детей от опасности? Об этом расскажет моя коллега Елена Шрайбер. Как распознать потенциального педофила? Увы, но не существует какого-то определенного телосложения, внешности или профессии, которыми обладал бы насильник. По сути, может оказаться любой. Чтобы обезопасить своих детей, родителям нужно проявить максимальную бдительность. Мы решились на небольшой эксперимент. Знают ли дети о главном правиле не разговаривать и тем более никуда не ходить с незнакомцами. Заранее договорившись с родителями, мой коллега подходил к детям на площадке. Улыбка, просьба о помощи всего 30 секунд. Ребенок добровольно уходит с площадки. А здесь маленький Али идет за мороженым. После того, как подошел мой коллега и попросил помочь достать мячик из фонтана, ребенок, не раздумывая, пошел с ним. Мы, конечно, взрослые, говорим своим детям, своим внукам о том, что нельзя с незнакомыми людьми. И, с одной стороны, дома такой разговор должен быть обязательно. Я просто подумала, что они видели, дети меня, что я тут рядышком, видели маму. И, наверное, поэтому пошли, я так думаю. А так, если в поле зрения нет взрослых, своих родственников, конечно, они бы не пошли, я так думаю. Они легко находят общие темы с детьми. Чаще всего задаривают подарками, как правило, сладостями, а еще секретничают. Ведь что, как не тайны, больше всего любят дети. Психологи называют педофилию болезнью, психологическим отклонением. И таким людям, по их мнению, нужна помощь. Почему они себя так ведут? Значит, они в общество, в социуме не могут себя проявить, в обычной жизни. То есть у них тоже есть определенные комплексы. Здесь работают психиатры, психотерапевты, поэтому им надо обратиться за помощью. Это тоже одно из видов зависимости, это тоже одно из видов, как сказать, болезней. Категорически не согласен с психологами сенатор Мухтар Алтынбаев, человек военной закалки, считает, что для педофилов наказания даже химической кастрации недостаточно. Раскрытия малолетних нужно и вовсе изолировать от общества. Если мораторий на смертную казнь есть, то в этом направлении, мое личное мнение, абсолютно можно бы для этих людей отменить этот мораторий. А если нет такой возможности, значит, пожизненно должно быть. И потом, условно-досрочное освобождение, которое есть, они абсолютно неприменимы к этим людям. Поэтому всякие такие меры, что касается химической или какая, физической кастрации, мне кажется, кастрация головы должна быть. Вот и все. За минувшие полгода в Казахстане зарегистрировано более 700 преступлений против несовершеннолетних. Это значит, что каждый день в стране насилию подвергается в среднем 4 ребенка. В основном преступления совершают в подъездах, лифтах и на чердаках. Ни в коем случае не откликаться и тем более не подходить и не уходить куда-то за пределы двора с незаконными людьми, как бы там они ни говорили и что бы там они ни говорили со ссылкой на их родителей. Не открывать ни в коем случае двери. То есть вот простые, простые те навыки, простые правила поведения ребенку должны быть привиты в семье. Это все работает в том случае, если маньяк посторонний человек, а если педофилом окажется родственник, например, родной отец. На всю страну из Павлодара прогремело уголовное дело. На скамье подсудимых сразу двое жителей Экибастуза. Одного из них подозревают в том, что он два года насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь и выкладывал ее фото на сайтах интимных услуг. А второй якобы воспользовался этим объявлением и за деньги изнасиловал девочку. Оба жителя города Экибастуза знакомы ранее не были, познакомились через интернет, так как отец выставил фотографии своей несовершенной дочери на интернет-ресурсы. И предлагает тем самым сексуальные услуги. Ребенок матери ничего не говорил, боялся. И с заявлением потом обратилась бабушка несовершеннолетней девочки. Специалисты говорят о свеске преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера в отношении детей. Интернет пестрит сайтами и роликами. А между тем психологи напрямую выходят на журналистов, мол, не расписывайте в красках все подробности. По их словам, подобное рождает подобное. Они же обращаются к родителям, почаще разговаривать, обсуждать планы на день, а еще отдавать своих чат в различные кружки и на факультативы. Беспокоиться о защите прав детей должно не только государство, но и в первую очередь родители. Елена Ширайбер, Аскарбек Казангаб, Берик Актана, Блайси Элбек, 24 Кизет, Астана.